Итоги года Здравствуйте, у микрофона Владимир Сметанин. Беседовать я буду с Еленой Поглазовой, исполняющей обязанности директора Центра поддержки экспорта Кировской области. Елена, добрый день. Добрый день. Многие компании сейчас традиционно подводят итоги года, оценивают результаты своей работы, что удалось, что не удалось. И у нас сегодня цель подвести итоги работы в этом году Центра поддержки экспорта нашего региона. Давайте начнем. Напомним кратко, в чем заключается суть работы центра, который вы возглавляете, для кого и для чего. Если уж так, по-простому. Да, тогда, наверное, традиционно еще напомню о том, что Центр поддержки экспорта Кировской области существует даже с 2011 года. И на протяжении этого времени Центр поддержки экспорта сути своей не поменял. И главная задача Центра – это помощь в освоении новых рынков, вообще, в принципе, для новых компаний, выход на новые рынки, внешние рынки. И это не просто региональная компания, подчеркну, но, наверное, важно здесь подчеркнуть, что в первую очередь мы помогаем малому и среднему предпринимательству в рамках национального проекта «Мало и среднее предпринимательство». Кроме вот этой формальности, которую я вам назвала, что, в принципе, миссия, цель нашего Центра – это выход на внешние рынки. Кроме этого, в чем она заключается? Это всесторонняя поддержка компаний. В первую очередь, это консультирование, это экспертиза контрактов, это организация международных выставок, организация бизнес-миссий за рубежом, делегации Кировской области, это прием байеров из других стран и помощь как раз-таки здесь, в подборе производителей Кировской области, это обучение, глубокое обучение по внешнеэкономической деятельности и прочие дополнительные инструменты, которые помогают выходить на внешние рынки. сертификация, защита торгового знака за рубежом и так далее. Но кроме вот этих всех прикладных инструментов, мы своей важной задачей и своим функционалом, вот как раз-таки выходя из формальности Центра, мы видим и считаем, что это у нас идет объединение, построение общества экспортеров Кировской области для того, чтобы они могли свободно коммуницировать между собой некое такое вот сообщество, для того, чтобы обмениваться мнениями, последние два года нам показали о том, что это крайне важно коммуницировать и обмениваться прямо вот такой актуальной текущей обстановкой и ситуацией. Чтобы понять, насколько интенсивно вы работаете, спрошу, а какое количество вообще компаний к вам обращается, предположим, ежедневно? И есть ли специфика в зависимости от отрасли? Может быть, представители какой-то сферы вот наиболее часто заинтересованы в вас? Ну, скажем так, что на ежедневной основе мы, конечно, не считаем ни звонки, ни посетителей, но мы всегда говорим так, что мы открыты в офисе до последнего клиента, и это действительно так. Но ежегодно, да, мы это все, конечно же, мониторим по нашим показателям, по нашим другим каким-то индикаторам. Ежегодно к нам обращается порядка 400 клиентов в Кировской области, субъектов малого-среднего предпринимательства. При этом отраслевая принадлежность абсолютно различна. Безусловно, мы не скрываем о том, что у нас самая топовая отрасль – это лесная, и среди малого и среднего предпринимательства очень много отраслевиков лесной направленности. При этом к нам обращаются абсолютно разные отрасли от легкой промышленности, как, например, производства верхней женской одежды, к примеру, так до машиностроения, металлургия – это, например, производство грузоподъемного оборудования. Одна из, я знаю, одна из развитых отраслей в нашем регионе. Да, причем хочу заметить, что они настолько крутые у нас, у них география продаж 35 стран мира. И также, безусловно, мы работаем и со всеми остальными отраслями – это предприятия пищевой, химической промышленности. Поэтому наши инструменты, и до нас может дотянуться абсолютно любой предприниматель, будь то он впервые новичок, или наоборот же это настолько закоренелое предприятие нашей области. Ну, скажем, это же производство народных художественных промыслов, наша фабрика «Налинская матрешка», которая, например, сейчас решает вопрос, мы помогаем решать вопрос, как отправить продукцию в Австралию. А какие требования предъявляются к желающим выходить на внешние рынки? Как работаете с новичками? Насколько серьезным правилам нужно соответствовать? Выход на экспорт – это вообще не одномоментно. Встал, решил, пошел, завтра уже сделал. Это планомерная, трудоемкая, трудозатратная работа. И здесь, когда к нам… Нас это очень ратует, что у нас настолько смелый, амбициозный бизнес, и когда они к нам приходят, мы всегда с ними начинаем прорабатывать индивидуальную дорожную карту, начиная с анализа, с проработки их продукта, будет ли он востребован на том рынке, куда он наметил. Либо же он просто понимает, что здесь ему уже на российском рынке места мало, и он хочет выходить на международное, да, верно. Тогда здесь мы уже смотрим, в каких же странах он будет востребован, как его там продукт представить. Либо же это просто домик, либо же это времяпрепровождение родителей. Это уже абсолютно такие истории маркетинговые, поэтому здесь все это очень важно, как защитить продукт, как его сертифицировать для того, чтобы он там действительно в законном порядке уже мог реализовываться. Поэтому это сложная компонентная работа. Разные форматы, как известно, существуют у Центра поддержки экспорта Кировской области, это и бизнес-миссии, и выставки, и обучение, и так далее. Давайте немножко этому вниманию уделим. Безусловно, да. И как я уже сказала, что у нас инструментарий из года в год в принципе один и тот же, но он настолько востребованный, он настолько классический, что здесь что-то менять и проводить революцию невозможно. Это в первую очередь самое востребованное мероприятие, это всегда оффлайн-мероприятие, когда наш производитель и на той стороне заинтересованный партнер всегда встречаются живо и общаются. И в первую очередь это получаются такие мероприятия, как бизнес-миссия. К слову говоря, в этом году мы их провели четыре. Это Киргизия, Беларусь, Узбекистан, Индия. И в ближайшее время запланированы еще четыре бизнес-миссии в Казахстан, Китай, Саудовскую Аравию и в Иран. Безусловно, также пользуются спросом выставки. Это один из самых эффективных инструментов, где как раз наши компании могут представить свою продукцию и на выставке встретить заинтересованных партнеров, пообщаться и уже достичь договорных отношений. Это своего рода определенный нетворкинг, свой среди своих и посмотреть на конкурентов, найти какие-то для себя интересные штуки, которые помогут уже в дальнейшем также и себя развивать. В этом году мы комплексно провели 22 выставки. Это в формате коллективных стендов и в формате индивидуальных стендов. Подчеркну, что поскольку мы открыты и помогаем всем отраслям, не всегда есть возможность, например, собрать коллективный стенд, но зато у нас есть возможность отдельно взятую компанию отправить далеко за рубеж, чтобы они смогли выставиться. Когда все внимание именно на одну компанию. Еще также хочу сказать, что мы всегда очень сильное внимание пристально уделяем обучению. Обучение, безусловно, одна из стартовых таких площадок, которая помогает, особенно новичкам, как раз таки стартануть, взлететь на внешние рынки. Потому что идти неподготовленным теоретически сложно и может оказаться быть очень дорого. Штрафные санкции валютного контроля, таможенного законодательства, штрафные санкции другой страны. И вот чтобы этого всего избежать, мы комплексно подходим к обучению. Центр поддержки экспорта является оператором школы экспорта РЭД с российского экспортного центра по 11 модулям жизненного цикла. И мы всегда стараемся сделать подборку авторских семинаров по самым актуальным и востребованным тематикам. То, что наиболее популярно, да, востребовано. Да. В качестве анонса, наверное, расскажу, что в следующем году в ближайшее время мы, опять же, запланировали пригласить спикеров по самой, наверное, такой хайповой теме. Это искусственный интеллект, работа с искусственным интеллектом и как находить, анализировать страны и уже даже найти партнеров в других странах благодаря вот этому инструменту. Вы проговорили государство, куда были организованы бизнес-миссии в этом году. Ну и я делаю вывод, что в последнее время произошла некая переориентация, да? Рынки поменялись в связи с непростой международной обстановкой. Как это отразилось на наших компаниях? Какая продукция из нашего региона их интересует? Да, безусловно. Если наши инструменты не трансформировались, то, конечно же, география вот этих инструментов, она претерпела изменения. Мы ориентировались на дружественные страны. То есть мы смотрим, анализируем те выставки, куда едут наши предприятия. Мы проанализировали это. И еще очень важный, наверное, момент, что мы всегда работаем от клиента. В конце года мы всегда собираем обратную связь от них, куда они хотят и куда они нацелены на следующий год, чтобы нам правильно вместе с ними в такой единой команде спланировать мероприятия следующего года. И поэтому, безусловно, это, конечно же, Средняя Азия, Центральная Азия, страны Персидского залива и Африка, безусловно, тоже будет у нас в планах включаться. Поэтому с этим учетом мы делаем расстановки и акценты. Важно, я думаю, упомянуть еще раз об этом ранее. Эта информация звучала в нашем эфире. Услуги для предпринимателей, услуги Центра, они безвозмездны, ведь, насколько я помню? Услуги Центра по большей части безвозмездны. Но, тем не менее, есть услуги, которые идут на условиях софинансирования. И вот здесь большое но. Большую часть затрат все равно принимает на себя Центр. 80% на 20%. Я считаю, что это очень серьезное финансирование. Лимиты очень серьезные. К примеру, сертификация, защита торгового знака за рубежом. Это до 1 миллиона рублей в год на одну компанию. Это очень достойное финансирование. И в качестве анонса тоже должна проговорить, что с 2022 года у нас появился новый инструмент, востребованный. Это финансирование транспортных затрат за рубеж. И здесь с этого года эта услуга как раз-таки тоже расширяет свой лимит на одну компанию до 1 миллиона рублей. То есть вот в таком объеме компенсируются предприниматели затраты на перемещение его товаров. Его товаров. И как раз-таки эта услуга очень востребована среди тех компаний, когда они находят для себя новых клиентов. И чтобы попробовать их продукт, они здесь могут как раз-таки именно сыграть на том, что они могут сократить затраты на логистике. И тогда по цене уже их товар начинает быть конкурентным. Та сторона партнерская может уже попробовать этот продукт. И если качество все устраивает, то тогда уже они переходят на рамочные долгие контракты. Ну и уже в завершении нашего разговора необходимо напомнить контакты Центра поддержки экспорта Кировской области. Хотя они, в общем-то, я думаю, предпринимателям и без того известны. Без того известны, но нам всегда это приятно говорить, что мы находимся в центре, в историческом центре города на площадке «Мой бизнес», «Динамовский проезд 4», «Центр мой бизнес», второй этаж, офис 205-206. Подходите, если формально. Мы работаем с понедельника по пятницу с 8 до 17. Но, как я уже говорила, до последнего клиента. Поэтому, если вы нам позвоните и скажете, что мы задерживаемся, едем из района, мы вас обязательно подождем, примем, проконсультируем и выстроим дорожную карту вместе. Благодарю вам, благодарю за эту информацию. Елена Поглазова, исполняющая обязанности директора Центра поддержки экспорта Кировской области. Удачи в Новом году. Спасибо. С наступающим Новым годом и достижения всех задуманных планов, самых смелых планов. Итоги года.